Ракетам, которые ударили по Луганску. Возможность нанесения полного удара, полномасштабного удара по территории России. Украине понятно, что Украина это делает позже. Друзья, всем привет. Ну что, день Луганской Народной Республики прошел с огоньком. ЗСУ поздравили как следует. И похоже уже, знаете, раньше Хаймарс приходил в гости, а теперь Шэдоу Сторм. Новые наши крылатые ракеты. Спасибо Британии. Сейчас обо всем, друзья, подробно расскажу. Вы лайк, шер, комментарий, подписка, вы знаете. Этой ночью было тревожно. Опять Украину атаковали дронами, шахеды. И сбили 17 из них, но некоторые долетели. Поэтому очень актуальный вопрос, друзья, это антидроновые ружья. И вот сейчас мы уже скоро заканчиваем сбор на очередное антидроновое ружье. Помогите нам быстрее его закончить. Донат, если можете. Если нет, то комментарий, подписка, лайк. Ну и очень важна подписка для того, чтобы видео продвигалось. Итак, друзья, очень интересно. В Луганск прилетает, да прилетает так, что они пишут, что еще никогда так не прилетало. Как же так? 9 лет же бомбили Донбасс. А что же? Говорят, не прилетало, нет. Ну, потому что до Луганска Хаймарс дотягивает чисто только теоретически, а в общем не дотягивает. Они сначала начали рассказывать, что удар был нанесен. Ну, смотрите, во-первых, давайте на видео этих ударов. Прилетело на сотый завод такой, это прилетело и сегодня, прилетало и вчера. Нормально так прилетает и продолжает прилетать. Сейчас на микрорайон юбилейник прилетело. Значит, сотый завод там нефтебаза и, похоже, склад БК. Посмотрите видео того, как выглядят последствия удара. Ну и что это было? Сначала они начали говорить, что это наш комплекс Гром. Да, украинский. Но дело в том, что Гром только в разработке. И, в общем, похоже, все-таки не Гром. А дальше они уже сказали, что это Shadow Storm. Новые британские ракеты, которые Украина получила. Ну и тут они уже комментируют. Страха глаза велики, говорят, будут пить и по России. Уже у Украины есть 60 Shadow Storm. Я вам сразу скажу, 260. Посмотрите. На настоящее время ракеты доставлены. Общее количество... Это Storm Shadow вот эти, крылатые. Да, Storm Shadow, да. Крылатые ракеты. Общее количество их через 10 дней достигнет 60. Так. И это фактически действительно возможность нанесения полного удара, полномасштабного удара по территории России. И на это, кстати, добро есть. В общем, им страшно. Они поняли, что безопасных мест нет. А Луганск им недавно казался безопасным. В Луганск на празднование Дня Луганской Народной Республики. Шойгу даже отправил своего зятя. Сегодня 12 мая. День Луганской Народной Республики. Мы находимся прямо сейчас в городе Луганск. И давайте узнаем у местных жителей, как у них дела и как изменилась их жизнь. Того п***а, который выкладывал видео из ресторана во Владивостоке. Я только вчера делал видео. Да не видел. Посмотрите. Про этого зятя. А теперь его уже отправили в Луганскую Народную Республику. Значит, искупать грехи. Ну и так, все-таки подальше от фронта. Шойгу думал, что туда не дотягивают. Не дотягивали. А уже дотягиваем. И это, конечно, очень серьезно. И вот уже их другие пропагандисты рассказывают о том, что вот как же так. Сначала аптечки давали, а теперь уже ракеты. Скоро ядерное оружие дадут. Посмотрите. Начиналось с каких-то там аптечек, бронежилетов, медикаментов, патронов. Потом какие-то автоматы. И вот мы пришли к ракетам, которые ударили по Луганску. Я эту цепочку прокладываю. Может быть, логика у меня слишком прямая. Но по такой логике мы придем к тому, что они получат ядерное вооружение. И применят его там, где захотят. Очень интересная история с депутатом Госдуры Водоландским. Он первый зам углового комитета по СНГ. Ну, это такой, знаете, ФСБшный совсем комитет. И этот Водоладский такой еще, ну, казачий генерал якобы. Ну, понятно, в сантехнике в прошлом, как все эти казачьи генералы. Как еще один генерал Кужугетович, такой же генерал. Но действительно, первый зам предкомитета Госдуры. И там прикольно. Значит, сначала он выложил видео. Появилось видео, как он, значит, приехал к месту попадания. И он стоит вполне такой себе целый. Посмотрите. К этому не нужно относиться вот так вот спустя рукава и похихикивать, как это было в довоенное время. Мне кажется, мы уже много хихикали и много засмеивали. И многие вещи воспринимали легковесно. И вот мы пришли к тому, что уже горит Луганск. Что делать? Мочить. Мочить в сортирах. Кого найдем, до кого дотянемся. А другого варианта у нас нет. Уж простите. А дальше, друзья, а дальше появляется уже видео, как его, значит, оттуда выводят под руки. Весь уже подряпанный. Ну и видно, что так еле идет. Посмотрите. Понятно, что Украина это дело использует. Ну, скорее всего, что из всех. Ну и телеграм-каналы, связанные с группой Вагнер, пишут, что история комичная. Что приехал, значит, он снятся возле прилета, ну там, попиарится. А пошел туда, и на него упала стенка. И так немножко его подряпало. Смешная история. Жалко, не придавила его полностью. Ну, в общем, история полностью в их духе. Я не удивлен. Думаю, что именно так, друзья, и было дело. Ну, а что касается, раз мы уже вспомнили Вагнер и Пригожин, то Бахмут, значит, там продолжается наше давление на врага под Бахмутом. Вот, посмотрите, уже обновил Дипстейт карту. И видно, какие позиции мы отжали. Ну и Пригожин уже кричит, что боекомплекты ему теперь приходится расходовать на то, чтобы остановить драпающую российскую армию. То есть, что, закрад отряды сформировал? И просто стреляет по своим? Тогда уже началась гражданская война в России или еще нет? Послушайте. Припасы мы тратим, в том числе, для того, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии. Правда, есть данные о том, что Пригожин все это рассказывает. А вот наш комбат 3-й штурмовой бригады рассказывает о том, что как раз Вагнера драпанули первыми. А регулярная российская армия как раз пыталась сопротивляться. Поэтому, кто там первым драпанул еще вопрос, на то, что Вагнера драпают, в этом у меня тоже совершенно сомнений нет. Драпают они все. Вот это уже, друзья, очевидно. И это только еще даже не контрнаступление. Это как раз то самое формирование контрнаступления, о котором я тоже только вчера рассказывал, когда мы начали бить вглубь, по базам, в глубине территории противника. И вот уже их там этот код спишет, прикоцанный, и значит, что да, уже нет понятия тыловые базы, да, нет. И везде вас достанем, везде нас вас найдем. Ну и на что в таких условиях осталась надежда у этих ребят? На президентские выборы в США. На российскую армию они уже не рассчитывают. Они уже в эфире этого своего пропаганда ТВ говорят, наша задача, значит, продержаться до президентских выборов в США, а потом договориться с Трампом или Десантисом. Интересно, в курсе ли Трамп и Десантис? Послушайте. Я не вижу перспектив завершения конфликта до ноября 2024 года. Я не вижу перспектив, даже, скорее, до января 2025. А января 2024, это президентские выборы в США. Это минимум. Скорее всего, будет дольше, да. Но это минимум. Но какие-то соглашения с американцами, мы раньше итогов президентских выборов в США от прихода Трампа или Десантиса, мы не выйдем. Ну, как вы видите, настроение уже такие, помните, три дня. Теперь уже дотянуть бы до выборов в США. Вот их надежда. Но я думаю, что не дотянете. Если вы уже так драпаете, то посмотрим, что будет через пару недель. Держим в строй, друзья. Слава ЗСУ!